По данным Роспотребнадзора, данные по коронавирусной инфекции в мире на 17 марта следующие. Общее число заболевших пандемией в мире составляет 182 178. В 136 странах мира вне Китая зарегистрировано 101 062 случая. За последние сутки стало впервые известно о заболевших в Либерии, Танзании, Бенине и Сомали. Во всех пунктах пропуска через государственную грозницу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль из прибывающих из неблагополучных регионов. В Российской Федерации проведено более 116 тысяч исследований на коронавирус. Зарегистрировано 93 случая заражения, выписаны по выздоровлению 5 человек. За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев в Москве, 3 случая в Санкт-Петербурге и 1 в Московской области. О ситуации с пандемией в Подмосковье на своих страницах в социальных сетях губернатор области Андрей Воробьев ежедневно информирует жителей региона. Подтвержденных случаев коронавируса у нас 9. Еще 6 анализов находятся в Новосибирске и могут быть подтверждены ближайшие сутки. Кроме того, в Москве и в Подмосковье в целях предотвращения распространения вируса ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Сегодня мероприятия только 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах. Это коснется и театров, и кино. Нужно понимать, что здесь ждет серьезные ограничения спортивных мероприятий. Еще одна тема школы. Сегодня в школы в Подмосковье пришло 80% учеников. Соответственно, дистанционное обучение мы организовали на этой неделе. Но со следующей недели мы объявим трехнедельные каникулы. И дети будут отдыхать, пока ситуация развивается таким образом. Под контролем правительства находятся и ситуации с продуктами в регионе. Да, действительно спрос повышенный. Особенно на крупы, гречку, макароны, консервы, рыбные, мясные. А вместе с тем сегодня имеется в достаточном количестве всей этой продукции. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Не стоит поддаваться панике. Необходимо сохранять критическое мышление. Но и отрицать факты опасности инфицирования также не следует. Важно соблюдать рекомендации медработников и самоизоляцию в домашних условиях по состоянию здоровья.